В Курской области под руководством Дмитрия Медведева прошло совещание по вопросам развития АПК, в том числе и в условиях продовольственных санкций. В обсуждении вопросов по развитию сельского хозяйства участвовал и губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. Те самые дополнительные 636 миллиардов рублей, как прозвучало на совещании, помогут в ускоренном темпе заменить иностранные продукты на отечественные. При таком финансировании российские производители быстрее выйдут на новые мощности, а объем импорта сократится к 2020 году. К примеру, поставки мяса уменьшатся в 2,5 раза, молока и плодово-ягодной продукции в 1,5. Все эти идеи надо тщательно просчитать. Дополнительные средства, если потребуются, даже в условиях очень трудного бюджета, на этом мы найдем. Но действительно нужно выбирать самые важные для жизнеобеспечения страны направления. И там, где будет достигнут максимальный эффект, желательно в достаточно короткой перспективе. Особое внимание, по словам Медведева, стоит уделить модернизации базы семеноводства. Необходимо возрождать отечественную селекцию. Также нужно развивать садоводство с тепличным производством и строить по всей стране логистические центры для хранения и переработки отечественной сельхозпродукции. Премьер-министр также заявил, что в регионах должны следить за ценами на продукты и не допускать необоснованных скачков. На Кубани по поручению губернатора Александра Ткачева уже на протяжении недели работает оперативный штаб, который отслеживает стоимость товаров на краевых прилавках. По словам главы региона, никакого дефицита после запрета ввоза иностранных продуктов в крае нет. Кубань уже сейчас выделяет деньги на поддержку АПК и полностью сможет обеспечить себя продукцией местных производителей. А при условии господдержки обеспечит и продовольственную безопасность страны. К слову, половина всех фруктов и овощей, произведенных сегодня в России, выращивают в Краснодарском крае.